Электрические счетчики отечественного производства работают по мобильной и радиосвязи. Они объединены в систему, и информация от каждого из них передается на главный сервер Кубанинерго. Так, дистанционно и выявляются все попытки вмешательства в работу прибора учета. Но все же обмануть технику пытаются. В последнее время в Сочи действует группа лиц, которая помогает горожанам экономить электроэнергию, вмешиваясь в конструкцию счетчика и в его программное обеспечение путем установки вредоносных программ. Налицо же факт хищения и статья. После данного вмешательства возникает недоучет. Данный недоучет помогает, да, на первое время экономить электрическую энергию. Но при выявлении данного недоучета сотрудниками сочинского предприятия электрических сетей мы составляем акты на хищение. И, соответственно, данный факт наказуем как административно, так и вплоть до уголовной ответственности. Просто надо понимать, что в конце, в итоге пострадает не тот человек, который это сделал, а потребитель, у которого факт хищения был обнаружен. Сегодня монтаж многофункциональных приборов учета ведется в ЛАО. Всего в Лазаревском районе установят 15 тысяч умных счетчиков. Устанавливают их не как раньше на территории домовладения, а на опоре. Потребителю уже выдается специальный пульт. Не выходя из дома, удаленно нажатием просто кнопочки данный счетчик по радиоканалу связывается с прибором учета, после чего на дисплей выводятся показания данного счетчика. Потребитель, соответственно, зафиксировал, можно производить по нему оплату. Специалисты, участвующие в рейдах по выявлению незаконного потребления энергии, предостерегают сочинцев, что за хищение, помимо прочего, потребителю придется оплачивать и причиненный сетевой компанией ущерб. Допускать же к умному счетчику можно лишь собственника приборов учета. Им являются сочинские электрические сети, которые все вопросы по эксплуатации берут на себя. Следующий этап автоматизации намечен в Туапсинском районе. В целом же до 2018 года такие современные счетчики установят во всем городе-курорте Сочи. Не обойдут стороной и многоквартирные дома. Инга Габеша, Ярослав Пархаев, телекомпания ФКТ.